Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, слова из Писания о том, что женщина спасается чадородия ради, если пребудет в вере, любви и святости с целомудрием. Но если во всем это пребывать и так спасешься, зачем еще чадородия? Логично. Скажите еще, пожалуйста, до какого возраста можно рожать детей? Пока рожалка работает. У меня поздний брак, четверо малолетних детей, ох, мужу 51, мне 40, младшему 3. Мама умерла, свекрови нужна помощь, а мы сами ели живы. Муж все время раздражен, от детей шумно, много мусора, устали очень. Один опытный батюшка мне сказал, что детей нужно рожать до 30. Вы согласны? Есть ли грех в предохранении от беременности неабортивными средствами? Если есть, то нужно ли в нем каять сам? С конца начну. Нет, нет такого греха. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что в принципе это можно делать. Там по-другому сказано. Там говорится о том, что это не является абортом и не является чем-то криминальным, если не абортивными средствами контрацепции пользоваться. Однако нужно помнить о том, что интимная близость для чайнородья предназначена. Там такая обтекаемая формулировка, которая в принципе означает, что нежелательно, но можно. Так что Вам ответ такой, что пожалуйста, пользуйтесь этими средствами не абортивного характера. Что касается до тридцати лет, как-то уж, батюшка, больно, это маловато срок. Я думаю, что все-таки и тридцать пять, вполне-вполне, есть и в сорок рожают. Но, конечно, у Вас сейчас такой возраст, когда младшему ребенку три годика – это, естественно, нагрузка ой-ой-ой. Вам уже нужно где-то в скорости внучат нянчить, а внучат как нянчить? Пришли, понянчились и ушли, и в тишине своей квартирки уже отдыхаете. А у Вас 51 год вашему мужу, а у него, считайте, трехлетний малыш с утра до вечера, который и шумит, и с ним играться нужно. То есть это понятно, что у Вас там состояние раздражения, усталости, устали очень. Ваше состояние очень понятно. Ну, по крайней мере, я понимаю, о чем идет речь. Четверо малолетних детей. Что касается Чедородия Радия. Все правильно сказано? Вопрос только, что такое Чедородие. Вот Вы сегодня, у Вас четверо детей, да? Вы же каждый день их рожаете, всех четверых. Вы за них переживаете. Вы терзаетесь душой. У Вас какие-то мысли. Вы устали. А Вам нужно пойти приготовить, убрать, еще что-то. Вы идете, как на Голгофу, и все это делаете. Это что, не муки рождения? И ведь они будут расти, эти детки. Они будут Вам досаждать, где-то шалить, где-то что-то натворят. В школу учиться не хотят. Вы думаете, как бы их воспитать. Они научились нехорошим вещам. Их надо на ноги ставить, в конце концов. Они даже, когда вырастут и станут уже взрослыми, Вы все равно будете за них переживать. Потому что, а какую работу он себе найдет? И поступит он в институт, не поступит. А как бы его определить? А с кем он там встречается или она встречается? И хороший ли это человек, с кем можно было создать семью или нет? Вы будете мучиться, переживать, волноваться бесконечно. Если дочь замуж выйдет, а там скандалы, еще что-то. Вы тоже все это в себе. Вот это Ваши муки рождения и я. Вы будете все время, как в роддоме, их рожать. Это вынимает из Вас силы, Вашу жизнь вынимает и дает детям. Вот это и есть муки рождения. Женщина спасается чедородием. Чедородие ради. И при этом она должна быть еще в вере, любви и святости с целомудрием. Так же, как и мужчина, в принципе. А вот некоторые понимают, что чедородие ради – это значит, нарожать десяток ребятишек, и вот тебе, собственно говоря, и спаслась. Нет, не так. 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 Не таким. Так.